Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать шаурму. Это шаурма челлендж, третья серия. То есть сегодня у нас с вами будет три шаурмы. Я не уверена, что я смогу их съесть, потому что не могу сказать, что у меня прям такой зверский аппетит. Да и вообще это сложно. Две я съела с легкостью, но в тот день я была достаточно голодная, по-моему. Если смогу съесть три, будет четыре, а потом и пять, но не каждый день, конечно. То есть в десять дней один раз, вот где-то так, будет шаурма челлендж. Давайте начнем с этого кусочка. Выглядит очень аппетитно, посмотрите, сколько начинки. Вот этот чесночный соус, он здесь вообще очень в тему. Я поделила пополам, чтобы, во-первых, было проще, во-вторых, чтобы на видео смотрелось как-то. Как только я сажусь снимать видео, сразу начинается седьмой ремонт. Не знаю почему. Пришла с работы, быстро переоделась. Должна была шаурму по дороге купить. Но в моем любимом месте, почему-то не была открытой, поэтому пришлось прийти домой. Немного подождать, потом пойти уже за шаурмой. Очень люблю это место. На работе вообще завал. Делала дофига. Ничего не успеваю. Наверное, в последнее время я буду уже каждый день ходить на работу. Потому что есть моменты, которые невозможно решать дома. Как вы знаете, у меня свободный график на работе. Иногда бывает такое, что целая неделя, например, я не иду на работу. Я работаю на компьютере дома. На последнее время есть моменты, которые невозможно решать дома. И это приносит нам некоторые трудности. Наверное, уже видео каждый день не будут. Потому что я просто не успеваю. Либо мне надо сидеть на работе и все обиденный перерыв снимать для вас мукбанг. Идея. Почему бы нет? Нет. Либо просто реже снимать видео. Это как моя мама разговаривала по видеосвязи с моим братом. Моя мама говорит, мне так жалко, говорит, Айка. Она столько работает, постоянно снимает видео. И у меня брат просто как начал угорать. Говорит, лучше тебе было бы жалко меня, говорит. Она каждый день ест такие вкусности. Чего ж ее жалеть? Я не жалуюсь ни в коем случае, но любое дело со стороны кажется простым. Вот, да. Села, покушала и все. На самом деле очень много подводных камней. И когда ты начинаешь монтировать видео, вдруг, например, программа вылетает и тебе приходится еще раз монтировать одно и то же. И когда вот микрофон тебя подводит, ты можешь снимать видео, а потом понимаешь, что микрофон, оказывается, не работает. У меня было такое, я сняла, внимание, три видео и даже не проверила, что оказывается, у меня микрофон не работает. Это было очень обидно. Получается, что три видео я просто так выбросила. Это было достаточно давно. У меня было что-то около 20 тысяч подписчиков. И вот со мной такое произошло. Пьем мы, значит, опять витамин. Только вот в такой. Это яблочный. Вкусно. Очень вкусно. Честно, меня очень обижают комментарии, когда зрители пишут, вот, ты столько ешь, тебя не прокормить. Я понимаю, что это все пишется в шутку, но реально это очень обидно. Если мне напишут просто дура, мне не будет обидно. А когда меня ставят перед фактом, меня ставят в угол, мне становится обидно. Мне становится не по себе. Когда я была маленькая, у меня вообще не было аппетита. И даже водители обращались к специалисту. Они думали, что у меня какие-то проблемы со здоровьем. Но на самом деле, нет, все было замечательно. Просто я не любила кушать. А сейчас я просто не понимаю себя. Ну вот как можно не любить? Ну как можно это не любить? Я не понимаю. А еще я решила создать рубрику «Мама, не смотри это видео». То есть видео, которые будут смешные. Вот на процессе монтажа я смотрю, монтирую и угораю, так скажем. И вот эти видео я буду называть «Мама, не смотри это видео». Один, два, три, хэштег. Это будет такая рубрика. Иногда ты снимаешь видео, и ты не думаешь, что там есть что-то смешное. Рассказываешь какие-то истории жизни. Те же истории с клеем. Вот я не думала, что это прям так смешно. Ну блин, я просто мастер попадать в дурацкие ситуации. Всю жизнь. Всегда. Мама сегодня утром уехала. Нечаянно взяла мою зарядку. И теперь я хожу постоянно с удлинителем. Потому что с этой зарядкой невозможно просто заряжать телефон. Как же вкусно, ребята. Как же вкусно. Как же вкусно. Давайте поотвечаю на некоторые вопросы. Начнем с вопроса, как ты смотришь на то, что мужчина имел нескольких ржон. Ужасно. Просто отвратительно. Я считаю, что это не пример для подражания. Я считаю, что Это неправильно. Мы воспитывали семья, где есть мама и папа. И вот почему так вот всегда, смотрите. Мужчине можно иметь несколько ржон. А женщине несколько мужей нет. Надо сделать поправки. Я смотрела как-то передачу. По-моему, прямой эфир. И там, короче, мужчина русский. Имеет трех шон. И живет в одном доме. В одном большом доме. И он, ну как сказать, у него такая семья наподобие мусульманской. Как будто он где-то в Дубае живет. И все эти три жены рады тому, что у них есть этот муж. Кто смотрел эту передачу, ставьте лайк. Пишите в комментариях ваше мнение. Потому что на ней, по-моему, 8 миллионов просмотров. Я бы никогда не смогла жить в такой семье. Если бы передо мной поставили бы выбор. Либо ты всю жизнь остаешься одна. Либо ты выходишь замуж за много женца. Я бы сказала, я останусь одна. Для меня это аморально. Может быть, я не права. Может быть, вы так не считаете. Но для меня это не есть норма. Я не понимаю мужчин, которым нравится это все. То есть, этих трех жен нужно обеспечивать. Всем нужно уделять должное внимание. А потом эти дети, так много детей. Их надо воспитать, вырастить. На мой взгляд, это ужасно. То есть, еще ладно. Там, знаете, у мужчин все-таки есть такие замашечки. Где-то у него любовница, и жена об этом не знает. Это еще как-то можно понять. Но когда все вместе живут в одной семье, дети, жены, все знают об этом, для меня это немножко дико. Ребята, я уже наедаюсь. Привет, Айка. Были ли у тебя проблемы с желудком? Надеюсь, что не было. У меня недавно были проблемы со здоровьем. Ну, как недавно? Два месяца назад. Даже три получателя в ноябре у меня были. Но это никак не связано с пищеварением. Никак не связано с вот этим вот моим хобби. Я думаю, что на этом шаурму челлендж пора уже закончить. Очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока. Продолжение следует...